Гость в студии. 15.10 в городе, в эфире радио Нижний Новгород, еженедельная социальная программа, в рамках которой мы совместно с представителями Министерства социальной политики Нижегородской области отвечаем на вопросы радиослушателей. И сегодня темой программы станет «Жилье для молодой семьи». Поговорим о том, как можно принять участие в жилищной программе. И гость в студии, начальник управления жилищной политики Министерства социальной политики Евгений Суменко. Евгений Александрович, добрый день. Добрый день. Программа по обеспечению жилья молодых семей реализуется не первый год у нас в области. И передо мной вот данные. Я озвучу их для наших слушателей для начала. Так, в прошлом году 194 молодые семьи получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий. 164 из них уже переехали в новые квартиры, но еще 34 в ближайшее время собираются справить новоселье. Выплаты идут, как известно, за счет средств областного и федерального бюджета. И совсем недавно Минрегион подтвердил участие в программе. И на этот год это чуть более 40 миллионов рублей. Это значит, что молодым нижегородским семьям уже можно подавать заявки на участие? И кто имеет право на выплаты, соцвыплаты? Да, ну я скажу пару слов о том, что программа в данном виде реализуется уже порядка 6 лет. Уже более 2000 молодых семей уже улучшили свои жилищные условия в рамках данной программы. Что касается подачи заявок, на самом деле молодые семьи еще в 2011 году уже подали заявки, поэтому списки в каждом районе, в каждой администрации уже есть. То есть сейчас мы должны определиться все-таки, а сколько мы выделим на каждый район, какое количество денег. И тогда уже из того объема денег, который будет, уже каждый район определит уже то количество молодых семей, которые будут участвовать. Ну я думаю, что в течение ближайших двух-трех недель мы уже определимся с количественным составом и будем уже точно знать. Но в очередь уже можно вставать? Ну, молодые семьи, они стоят в очереди, уже много у нас стоит. Они также и сегодня, и завтра будут становиться в очередь. Вот такая очередь у нас порядка больше, более 4000 молодых семей уже есть. Поэтому еще раз повторюсь, что те, кто получат в этом году, им уже сейчас идти пока никуда не надо. Когда мы определимся с количеством, их известит администрация о том, что нужно прийти, соблюсти чистой формальности, то есть принести там пару бумаг, и все будет нормально. Ну так кто же имеет право на получение? Право на получение выплаты имеют молодые семьи. Здесь несколько критериев. Первое, это возрастной ценз, то есть молодой семье должно быть на дату предоставления этой государственной поддержки не более 36 лет. Первое, второе, данная молодая семья, то есть должна быть, естественно, семья, зарегистрированная в установленном порядке, да? И третье, это семья должна быть нуждающейся в улучшении жилищных условий. Это тоже обязательный фактор, потому что если у семьи будет квартира, и она позволяет по площади там проживать, естественно, что семья не сможет принять участие в программе. А какие нормы сейчас? Ну, если касаемо Нижнего Новгорода, к примеру, то такая норма составляет 10 квадратных метров. То есть если у молодой семьи... На человека. На человека, совершенно верно. Если у молодой семьи либо нет жилья в принципе для проживания, либо есть жилье, да, в том числе и у родителей, да, где они зарегистрированы, но это жилье в совокупности составляет менее 10 метров общей площади жилья на человека, то они имеют право на участие в программе. Понятно, что порой важно рассмотреть конкретные случаи, примеры, поэтому предлагаю перейти к звонкам от наших слушателей и первый звонок. Здравствуйте, меня зовут Печорская Светлана Андреевна. Я вот услышала новость программы. Меня она заинтересовала, а какую помощь может получить молодая семья? И какие это конкретные деньги? И если я решу участвовать в этой программе, на что я могу рассчитывать? Спасибо. Ну, что касается помощи, она составляет, если в процентном соотношении для семьи без детей, 30% от расчетной стоимости жилья. Для семьи уже с детьми составляет 35% от расчетной стоимости жилья. Ну и, соответственно, если состав семьи больше, то и сама выплата, естественно, больше. Поэтому в качестве примера могу привести, что для семьи, проживающей в Нижнем Новгороде, мама, папа и ребенок, такая выплата составит порядка 750-800 тысяч рублей. Понятно. Предлагаю тогда к следующему вопросу сразу перейти. Здравствуйте. Я хочу задать вопрос. Мы снимаем квартиру. Вообще, моя жена прописана у своего дяди, а я у родителей. Мы попадаем в программу. Молодая семья. Зовут меня Самойлов Илья Викторович. Спасибо. На самом деле, надо смотреть. На самом деле, администрация муниципального образования, где молодая семья, куда обращается с заявлением, она смотрит на то жилье, которое имеется в наличии. Здесь также немаловажен фактор, у кого молодая семья зарегистрирована. Если это родители, то их площадь, естественно, смотрится и учитывается при определении нуждаемости молодой семьи. Если, вот как я услышал в вопросе, это дядя, по сути, дядя не является членом все-таки семьи, и здесь будет констатироваться тот факт, что у молодой семьи жилья нет в принципе. Поэтому еще раз хочу сказать, что везде каждый случай индивидуален и рассматривается уже в местной администрации с учетом представленных молодой семьей документов. Кстати, по поводу прописки тоже был у нас один такой вопрос. Здравствуйте, меня зовут Илья. Мне бы хотелось узнать про условия участия в программе «Молодая семья». Мы с женой живем на семей квартире, и недавно родился ребенок. Можем ли мы принять участие в данной программе? Спасибо. 35% у меня сейчас сразу в голове у них должно быть, как минимум, раз семья с ребенком. Да. Здесь также надо смотреть. Скорее всего, снимают жилье, но там не зарегистрировано. Скорее всего, регистрация, как обычно, это бывает по месту проживания родителей. Поэтому, опять же, надо смотреть, какое это жилье, площадь этого жилья. И при определении все-таки нуждаемости учитывается жилая площадь, как у... Зачастую бывает, ведь супруг живет у своих родителей, зарегистрирована, точнее, супруга, зарегистрирована там с ребенком у своих родителей. И здесь уже берется площадь уже в совокупности. То есть не то жилье, которое снимается, а там, где молодые семьи сами зарегистрированы. Поэтому, опять же, если площадь учетная меньше 10 метров совокупной, значит, нуждаются. Но у нас еще одно условие здесь тоже немаловажное. Молодые семьи должны об этом знать, что семья, то есть супруг и супруга, должны все-таки быть зарегистрированы постоянно на территории одного муниципального образования. Тут такое немаловажное условие. То есть если кто-то зарегистрирован в другом городе, это уже более сложно? Надо. Здесь придется все-таки пройти процедуру регистрации по месту регистрации либо супруга, либо супруги. Такой фактор немаловажный. Так что вот единственное, что может возникнуть, опять же, у семей, да, вопрос. А вот администрация не скажет, что специальные какие-то условия, да, свои ухудшила молодая семья. Здесь этот фактор, в случае, когда все-таки к супругу или супруге прописывается человек, здесь не является фактором ухудшения. Напомню, в рамках социальной программы в гостях радио Нижний Новгород начальник управления жилищной политики Министерства социальной политики Евгений Суменко. И говорим мы об обеспечении жильем молодых семей. Предлагаю прийти к следующему вопросу. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Подскажите, пожалуйста, а какой должен быть доход, чтобы принять участие в программе «Молодая семья»? Спасибо. Да, вот мы говорили о необходимом, или точнее, не имеющемся в метраже, да, квартире, а доход. Да, доход, естественно, тоже должен быть подтвержден. Подтвержден каким образом? У нас есть на территории области нормативный акт постановления правительства Нижегородской области, могу сказать, номер 466 от 17 июня 2011 года, которым регламентировано наличие документов, которые подтверждают платежеспособность молодой семьи. Потому что все-таки данная программа, направленная на поддержку молодых семей, она не решает за молодую семью и жилищную проблему. Должна она решаться все-таки в совокупности, поэтому могу назвать просто документы, которые в качестве подтверждения платежеспособности необходимы. Это справка из банка о размере кредита, который банк готов дать молодой семье, документ, подтверждающий наличие у членов семьи вкладов в организациях кредитных. Помимо данных документов, также можно представить отчет об оценке недвижимого имущества, которое есть у семьи, может быть, да, и также у членов семьи молодой. Если вдруг не получится так, что кредитная организация не сможет кредит все-таки дать, да, то можно хотя бы вот таким образом, этой справкой, показать, что все-таки какое-то имущество недвижимое есть. Также заключение о рыночной стоимости транспортных средствах. Мы тоже прописали этот параметр, потому что есть автомобили, которые можно также продать, поэтому мы также берем за счет рыночную стоимость данного автомобиля. То есть семья должна быть готова к тому, что она вступает в ипотеку? В ипотеку, да, большая часть молодых семей берут ипотечный кредит, поэтому мы все-таки должны знать, что предоставив молодой семье выплату социальную, мы оказали первоначальную помощь, а дальше молодая семья все-таки должна быть нацелена на то, чтобы купить квартиру и все-таки с использованием ипотечного кредита. Но эта первоначальная помощь, я думаю, многим поможет, потому что именно накопить нужную сумму для первого взноса, который не мал, это для молодой семьи достаточно сложно, особенно с детьми. Ну и предлагаю прийти к последним вопросам. Здравствуйте, меня зовут Мария. Я из Нижнего Новгорода, из Московского района. Мне куда нужно обратиться, чтобы попасть в программу «Молодая семья»? В нашу районную соцзащиту? Спасибо. На самом деле не в соцзащиту, а в администрацию района, на территории которого молодая семья зарегистрирована. То есть у нас в Нижнем Новгороде, если, к примеру, взять Нижний Новгород, есть мы 8 районов, в каждом районе есть администрация, в каждом администрации есть жилищный отдел. Поэтому семья, если проживает зарегистрированную на территории Московского района, она должна обратиться в администрацию Московского района в заявлении. Там, в той администрации, надо обращаться, там есть полный пакет документов, которые необходимы, поэтому можно обратиться, поинтересоваться и взять необходимую информацию. А вы не подскажете, вот время ожидания в очереди? Кого у нас в среднем? Время ожидания? Ну, можно эту цифру посчитать. Здесь я уже говорил, что очередь у нас более 4 тысяч молодых семей. Пока ожидания у нас большие. Это страшная цифра. Пока, к сожалению, я надеюсь, что все-таки пойдет на снижение, потому что в прошлом году получили 200 молодых семей. С каждым годом финансирование увеличивается. Если сопоставить, то ждать, конечно, не год и не два еще. Но надежда есть все-таки на то, что финансирование будет увеличено, потому что все-таки молодая семья – это такая категория, которой нужно все-таки помогать государству, чтобы она развивалась, чтобы имела возможность все-таки улучшить свои жилищные условия, потому что это один из немаловажных факторов. Тем более, если есть такой шанс, то почему бы не попробовать им воспользоваться? Совершенно верно. Спасибо. В гостях радио Нижний Новгород в рамках социальной программы был начальник управления жилищной политики Министерства социальной политики Евгений Суменко. Хорошего вам дня.